Ярослав Сумишевский. Кто вы такой? Самый народный певец в шоу-бизнес здесь, а я вот рядышком. Таз Михайлов для бедных. Ну да. Мне кажется, меня просто не замечают как будто. Как так получилось? Я добьюсь своего. Ты познакомился еще с Германом Грефом? А давай споем, давай. А что петь думаешь? Ну, я не знаю, что. Ты когда-то был бэк-вокалистом Сергея Зверева. Спешно. Такая деревецкая одежда была. А у них нет концертов, оказывается? У меня есть. Своей первой женой ты расстался по СМС. А то мало ли какая реакция там. Тебе сейчас повышенное женское внимание. У меня парит возраст, 40 лет скоро. Ну вот сейчас просто это. Давай споем что-нибудь. Малым мало спалось. Токс Ярослава Сумишевского. Это клизмы. Так будет проще. Удивительный человек, удивительный артист. Танцуют все! Молодец, браво. Спасибо. Ярослав Сумишевский. Восходящая звезда шансона и самый народный певец России с двумя миллионами подписчиков в YouTube. Участник третьего сезона шоу «Три аккорда» и член жюри шоу «Страна талантов». Сегодня у меня в гостях Ярослав Сумишевский. Певец, о котором я очень давно слышала от своих знакомых, подруг. Ездила по России, когда домой ездила к родинам, везде видела афиши. Но никогда не знала, кто вот такой. Ну это нормально. Я вот сам поражаюсь. Бывают, ну как бы, есть люди, которые меня знают, и они обязательно ходят на концерты. А есть, ну, если есть артист, да, вот его все знают. Допустим, там, не знаю, Филипп Киркоров, его все знают. Кто-то ходит на концерты, кто-то не ходит. А у меня знают, там, ну, определенное количество людей в России, ну, не только. И все, кто знает, мне кажется, они все ходят. Потому что я вот поражаюсь, езжу по стране, везде полный зал. Белые туманы, серые дожди, в жизни одинокие, я и ты, и ты, верю, что ты будешь, верю, не забудешь ты никогда меня. Причем эти афиши, их вообще не снимают никогда. То есть концертный график очень плотный у Ярослава Сумишевского. Но мне кажется, ты держишься особняком, где-то в сторонке от шоу-бизнеса. От большого шоу-бизнеса. Как так получилось? Ну, дело в том, что я всегда, ну, как бы с самого детства мечтал попасть на эстраду, в шоу-бизнес. Ходил по разным кастингам, где благополучно их не проходил. По каким, кстати? Кто отбревал? Ну, последний был голос, первый самый. Кто в жюри был? Ну, это были прослушивания просто, я даже до слипых не дошел, прослушивания. Там Аксюта сидел, Аксюту точно помню, а там больше не знаю. Зарубил Аксюта? Да. А спасибо, все, до свидания. Если что, позовем. Ну, и так и никто не позвал, мне уже это доступно, 29-30 лет уже было. Я думаю, так, тут надо что-то менять. Либо профессию, либо подход к тому, как показать свое творчество. И тогда пришла в голову идея, думаю, надо снимать ролики с песнями, там, с сюрпризами, с флешмобами. Но всегда творится волшебством, и чудо туша я всего. Очень долгое время меня вообще никто не замечал. Хотя я с 2015 года уже езжу по стране с гастролями, не переставая практически, только вот когда... Но вот на ютуб-канале 2 миллиона подписчиков. Это что, за счет вот тех самых роликов из тех лет? Да, за счет этого. Ну и сейчас, конечно же, снимаю ролики. А мне тоже кажется, что я вот шоу-бизнес здесь, а я вот рядышком. Что мне как-то вот как будто бы не принимают, не зовут, что ли. Но я не знаю, кто сейчас главный в шоу-бизнесе. Если раньше читалось Пугачева, то сейчас не знаю кто. Филипп Киркоров. Примадон, как он себя недавно назвал. Ну а в чем вот это проявляется, не принимают, не зовут? А самому приходится стучаться в двери, которые не открывают? А я уже перестал это делать. Потому что, как ты сказал, у меня свой канал достаточно популярный, 2 миллиона подписчиков. В принципе, я как бы не нуждаюсь. Конечно, хотелось с детства попасть на телевидение и радио. Всегда мечтал об этом. Но потом я понял, что, ну, как бы, у меня есть свой путь. Вот я и иду. Чего артисты хотят? Артисты хотят концертов. У многих их нет, а у меня есть. Но это вот правильное мнение, да? Когда иногда смотришь на певцов, звезд, кто светится везде. Про них пишут новости, они не выходят из повестки. А потом начинаешь разбираться, смотришь, а что им вообще, чем занимаются, где они выступают. А у них нет концертов, оказывается. Я вот тоже не понимаю, честно. Вот они везде. А я думаю, а как же они деньги зарабатывают? Потому что я-то езжу по стране. Я знакомлюсь с артистами по афишам. Я вот еду, смотрю, вот, допустим, одно время, кто там, белорусский певец, как он. А, Тима, белорусский. Висел. Год висит, пропал. Потом висит еще один, опять пропал. И как бы вот так-то узнаю и думаю, вот у ребят, в принципе, год, вот как сейчас это у современных певцов, год он популярен. Потом год проходит, все, он никому не нужен. Следующий певец. Как бы ты описал нишу, которую ты занял все-таки в шоу-бизнесе? Наверное, есть, как обо мне говорят люди, певец из народа. Вот такая вот ниша, наверное. Я обратила внимание на афише. Там есть надпись «Самый народный певец». А, ну да, вот «Самый народный певец» так тоже называют. Ну а кто так назвал? Откуда это? В комментариях постоянно писали. Я вот это много раз видел. И вообще, в принципе, как на концертах люди там, «Самый народный наш». То есть это ты сам вот просто прочитал и решил на... Ну да, да. То есть все-таки ты себя любишь? Нет, это дело даже не в том, что... Ну а кто себя не любит? Конечно, люблю. Ну как бы чтобы люди понимали, это же как рекламный щит. Все должны понимать, кто это. А, это же тот самый наш народный. Это нормально. А еще мне понравилось название одной из концертных программ. «Сумешествие» называлось. Это откуда взялось? А тоже люди в комментариях стали писать, что ты мое сумешествие. Ну как бы не суммашествие, у меня же фамилия Сумишевский. И от моей фамилии пошло Сумишевствие. Я тоже решил назвать так программу. Все мои названия, все идет из народа. Сколько концертов в месяц дает Ярослав Сумишевский? Потому что мне кажется, что 150 просто. Не, не 150, конечно. Раньше было такое. Раньше и по два концерта в день давал. Сейчас тяжело уже становится. Ну, по-моему, вот в апреле у меня было 20, там, 23-25 концертов. 23 концерта в месяц? Ну, это, пожалуй, тот же самый привет из 90-х. Только в то время у звезд получалось... Ну, это я еще сокращаю. Мне просят, а давайте еще один концерт в день, потому что все билеты проданы. Надо еще... Я такой, ну, нет, слушайте, в один день не готов. Давайте в два дня хотя бы. Вот тут, кстати, вопрос про цены на билеты. Они отличаются от цен на концерты звезд... Какой-то, я не знаю, топ величин наших. Я так периодически, бывало, смотрел. Да, отличаются. Если, допустим, первые ряды... Взять Григория Лепса, я думаю, у него будет стоить 1020 где-нибудь... Ну, не в Москве, я имею в виду, где-нибудь в центральной части России, то у меня тысяч, наверное, 4-3, может быть, вот так. Но хотелось бы, чтобы концерты были подороже, ведь тогда их придется меньше давать. Так, я так и хочу, да. Вот у меня сейчас следующая моя ступенька, это подороже концерты, побольше... Нет, даже, может быть, не подороже, побольше залы, потому что залы делятся... Вот у меня есть тысячный зал, да, допустим, в Владивостоке. Тысячный собираю, приходится делать два концерта. Сегодня концерт и завтра концерт. Ну, две тысячи собираю. Есть большие залы, пятитысячный, там, какая-нибудь арена. Я уже его не могу собрать. Поэтому получается, что вот мне надо делать два концерта. А я хочу вот уже, чтобы собрать пять тысяч, один концерт. Ну, и, в принципе, дороже билета точно не надо делать. Так будет проще мне уже. В тех же самых комментариях, вот откуда ты берешь определение «Самый народный певец», можно прочитать ведь и другое. Стас Михайлов, версия 2.0. Есть такое. Стас Михайлов для бедных. Ну, да. Как относишься к таким сравнениям? Сначала переживал, потом пофиг стал вообще. Не обращаю внимания. Ну, главное же, что востребован. А чем твой стиль отличается от того же Стаса Михайлова? Как ты думаешь? Ну, мне кажется, у Стаса Михайлова у него один стиль определенный, да, для... Ну, у вас даже тембр голоса чем-то похож. Мне кажется, нет. У меня более прозрачный такой голос. Я бы его даже отнес в такое более советский, что ли, так, к песнярам. Ну, как бы я охарактеризовал свой голос. А Стас Михайлов, он все-таки, ну, такой шансон, такой... Конкретный шансон. Ну, Стас Михайлов шансон, однако он завсегда-то и золотых граммофонов, и песен годы, и... Ну, изначально-то это был шансон. А ты появляешься на премии шансон года, кстати. Да. И, по-моему, уже три премии шансон года. Четыре, по-моему. Четыре. Аккордах в восемнадцатом году. Первый раз попал на телевидение тогда как раз. Большой проект такой. После этого позвали на радио, на шансон взяли мои песни. Хотя мои песни, наверное, я бы не сказал, что это шансон. Все-таки больше какая-то такая эстрада в стиле, может быть, начала двухтысячных. Ну, это одно из направлений, один из жанров. Так я пою и народные песни, и романсы, и рок. Я очень люблю рок. Рок? Да. Я не слышала рок. Ну, есть у меня несколько песен. Восемьем танго с поцелуями дождя. Желания твои узнаю я вслепую. А не парит, когда все-таки называют немножко олдскулом? Что, мол, это было популярно в середине нулевых, а вот чувак появился и все равно продолжает эту тему. Да, как? Нет, не парит. Я же сам не молодой. Сорок лет скоро. Ну, вот сейчас просто это. Меня парит возраст уже. Я говорю, когда мне было 30, раньше мне вообще казалось, что 30 лет это вообще какие-то старики. Потом 30 стукнул, думаю, ну вот, я старик. Хотя вроде нет. Так, надо что-то делать. Сейчас уже скоро 40. Такой думаю, емано. А что меняется в 40? Подожди. А я не знаю, пока еще. Ну что, здоровье уже? Не побегаешь по сцене или что? Выглядишь хорошо. Да, спасибо. В форме прекрасной. Спасибо. Вовсе даже не Стас Михайлов для бедных. Ну, поработал над собой, похудел на сколько? Килограмм на 15. Но сейчас чуть-чуть набрал, ну, где-то так, да, 15 килограмм. Очень интересно. За счет чего похудел? А сначала жрать меньше стал. Не было какой-то диеты. Просто так. Раньше, если бы не было какое? Первое, второе, салатик, компотик, там, вот это вот все наелся, до конца доел. Как нас в советское время воспитывали, что пока не доешь, не уйдешь там со стола. Вот мне надо было обязательно доесть. Потом думаю, все, хватит. Супчик взял, супчик поел и нормально. Можно вообще, в принципе, один раз в день поесть. Самое главное, вот с утра проснулся, до обеда дотерпел. А если проснулся в 12, то можно и вообще доужинать. Терпеть, поужинал один раз. Ну, это что, интервальное голодание получается? А я не знаю, как это. Это мое, я сам придумал. А, еще не ем свинину и баранину. Это жирно. Это значит, не сосиски, не колбаса, ничего. Ну, и плюс у меня еще был завершение всего. Это детокс. Две недели ничего не ел. Я читала о том, что детокс Ярослава Сумишевского, это клизмы. Ну, да, там были клизмы. Почему не были клизмы? Это же так. Ну, такая система у них, это в Самаре находится, как это назвать, не санаторий даже, ну, база пускай будет. Две недели тебя закрывают там, с утра до вечера расписано полностью все, процедуры, массажи, клизмы, промывания всякие. И, в общем, не отдыхаешь, но зато после этого чувствуешь себя, как, я не знаю, как птичка, летаешь. Сдал потом все анализы, вообще все идеально было. Ты поешь в основном песни о любви. Но изучая твое творчество, я обратила внимание на патриотические треки, которые появились в репертуаре. С чем это связано? Ну, с тем, что меня воспитывали патриотически с детства. Вообще, мои первые песни были. У меня отец работал в местном клубе, кружок вел вокальный. Я не пел, я уходил в музыкальную школу, и он мне как-то однажды говорит, приди, попой вместе со мной. Я пришел, и какие там песни были? Казаки, казаки, едут-едут по Берлину, да? Потом Смуглянка, как Тагалет там. И вот первые мои песни, это были военные песни. И как бы папа всегда на всех праздниках патриотических выступал. Поэтому я вот воспитан как патриот в своей родине. Ну, песня, которая самая популярная, «Русская душа». Это вот недавно вышло, да, «Россия, русская душа». А после этого я прочитала мнение и комментарии фанатов шамана, которые неожиданно набросились на Ярослава Сумишевского, что, мол, куда ты на поляну нашего шамана залез? Это он у нас, патриотический певец номер один. Да и пожалуйста, что, не хотите, не слушайте. Не знаю, я всегда патриотически пел песни. У меня первые мои флешмобы были патриотические, я не знаю, смотрел это или нет. Я на Красной площади гимн пел. Ага, так вот, значит, это шаман залез на поляну Ярослава Сумишевского. Это было 10 лет назад практически. И ролик достаточно популярный, там, я не знаю, ну, много миллионов просмотров. Смуглянку пел в магазине. Этот ролик вообще разошелся, не знаю, он был в то время, это какой-то 14 или 13 год был на... Откроешь Яндекс, в Яндексе на первой странице мейл, на мейле, там, в Ютубе везде был. Если уж спорят, то я первый патриот. Не, просто хочется разобраться в вопросе. Раз вы, поклонники шамана, накинулись на Ярослава Сумишевского, то вот мы разбираемся в предыстории. Оказывается, у Ярослава всегда была патриотическая тема. Ну да, изначально. А сейчас это очень популярно. А собираешься дальше вот что-то, ищу какие-то треки? Потому что если взять того же шамана, у него там друг за другом просто следует. Нет, я как бы не люблю петь, так сказать, в одном стиле, в одном жанре и про одно и то же. Мне нравятся разные песни. Я вот уже говорил, что и народные могу попеть, и там рок, ракешник на концерте. Вот у меня есть песня, я очень фанат группы Queen. Я вот перепел на русском языке песню Showmas Go. Ну, лет семь, наверное, на концертах. С русским текстом? С русским текстом, да. Можно найти. Не гаснет свет. А не страшно прикасаться к такой классике? Да нет. Я как опять об этом не думал. Это было вообще случайно. Я еще учился в университете тогда. Мне автор прислал текст, говорит, вот присылаю всем, никто не может спеть. Showmas Go on. Ты сможешь? А когда мне спрашивают, ты сможешь? Я такой, а еще сам не знаю, смогу ли. Да, конечно, что там, без проблем. Ну, как бы все дела. А можешь сейчас спеть кусочек? Вообще Queen моя любимая группа тоже. Я не покину реальные миры. Я не остыну от начата игры. Лечу вперед. И кто же знает, что найду на этот раз. Ну, вот. Слушайте, я обожаю просто, когда приходит человек, который просто скажет, спой, и он не ломается, как дешевая печенюшка, а сразу начинает петь. Молодец, браво. Очень классно получилось. А дуэта с шаманом у тебя не будет? Ты не планируешь его? Или это тоже из разряда не пробиться? Потому что сейчас шаман стал суперзвездой. Ну, я не знаю, пробиться к нему или нет, но я бы спел бы. Кстати, ведь он точно так же начинал, как ты. Тоже бесконечно ходил по кастингам. Я, кстати, видел. Тоже его отбревали. И Пугачева ему сказала спасибо, мальчик. И никто в него не верил. И он записывал ролики, что вы еще обо мне узнаете и услышите. А потом резко попал в струю с вот этими хитами. Да. Как думаешь, чего тебе не хватает? Может быть, какого-то поступка, хита или чего-то еще, чтобы тоже выстрелить? Ведь наверняка хочется, наверняка есть амбиции. Ну, конечно. Я думаю, что не хватает хита. Все-таки я сейчас на это настрою. Меня вот знают, как певца, многие все приходят, слушают песни. А мне кажется, вот именно хита, вот, допустим, я не знаю, взять песню Натали, да, допустим, Лепсы. Многие не знают, кто это. Кто-то, говорит, Шапутинский поет, кто-то там еще что-то. Просто вот знают, что есть такой хит, а не знают, кто поет. А у меня наоборот. Все знают, что я пою, но что я пою, многие не знают. Давай немножко копнем все-таки в историю твоего успеха. Я с удивлением узнала, что ты когда-то был бэк-вокалистом Сергея Зверева. Было время, да. Как ты попал туда? Я учился в университете. Кто-то из моих, по-моему, сокурсников говорят, что бэк-вокалист нужен Сергею Звереву. Пойдешь на прослушивание? Я говорю, ну, конечно, пойду. Деньги нужны, надо зарабатывать как-то. И год отработал. Ну, концертов особо не было, конечно. Но зато научился делать мейкап. Покрасил волосы, отрастил. Мне тогда посветло. У меня были короткие волосы, я потом отрастил длинные волосы, такие светлые. Ну, в интернете тоже можешь найти. Можно писать. Молодой Семешевский, там такие длинные волосы. Это по совету Сергея Зверева. Хотя он, может, и не помнит это. Давным-давно. Но мне интересно, каково человеку с такими вокальными данными быть на подпевках у Сергея Зверева, который вообще-то не поет, по большому счету. Ну, как? Вот так хочу делать. А уроки вокала ты самому Звереву не давал? Нет, не давал. Он не просил особо. У него и так все нормально получалось вроде. Ну, не, конечно, были такие моменты, когда я такой думаю, блин, почему он на сцене, он поет, а я подпеваю. Должно же быть наоборот. Бывало такое, конечно. Ну, ничего, зато... Берем у меня концерты, у него нет концертов. Наверное. А может, и есть, не знаю. Нет, Зверев поет в московских клубах на днях рождения где-то, но он больше как шоумен выходит, потому что его выход, это просто какой-то перформанс. Звезда в шоке. Вот так он делает. Ну, видишь, зато его знают все. И скажешь, Сергей Зверев, понятно, кто это, и никто его никогда в жизни не перепутает. Если на фишах будет написано, будут знать точно, кто это. А ты говорил о том, что многому научился у него. Ну, если не будем брать мейкап, то чему? Ну, может быть, стильно одеваться как-то. Я впервые надел костюм от Дольче и Габбана. Он мне его, по-моему, подарил даже, да. Был такой, а, из этих... Ботинки такие на платформе здоровые тоже одевал. Ну, он как бы рассказывал, как правильно. Тут надо цепочку повесить, ремешочек вот сюда, это вот так сделать. Ну, и как бы... Ну, а самому внутренне... Я помню, он даже прикалывался надо мной. Я когда пришел к нему, а я же с Сахалином, а у нас на Сахалине в то время были модные норковые шапки такие с козырьком. Я помню, пришел в дубленки с козырьком и смотрю, он такой хи-хи-хи, типа смешно. Ну, правда, такая деревецкая одежда была. Но сейчас ты выглядишь достаточно просто на сцене. Там и не пахнет Сергеем зверем. Ну, да. Все равно остался простым парнем. Он тебе чем-то помогал? Может быть, продвинуться как-то, давал какие-то советы? Нет, особо нет. Ну, я сам как бы ушел потом от него, потому что подумал, что надо. Как-то свою карьеру делать. Я не вижу тебя гостем каких-то, не знаю, интервьюеров, что были какие-то разговоры. С чем ты связываешь? Сам не ходишь? Нет, нет, почему? Вот ты пригласил, я пришел, видишь. Мне кажется, меня просто не замечают, как будто бы. Вот есть какой-то чувак, но он же не в тусовке в этой. Зачем он нам нужен? Вот у нас есть обычно те лица, самые медийные, вот их мы и зовемся. Есть еще одна предыстория твоего успеха, корпоратив, где ты пел и познакомился там с Олегом Газмановым. Да, это не корпоратив был, это я познакомился в Краснодарском крае, лагерь, не помню, как называется, детский. Мы там выступали вместе. Ты познакомился еще с Германом Грефом? В общем, это был какой-то тоже 14-й год. У меня ролик выстрелил тогда, на то время я пел на кухне коня. Выйду ночью в поле с конем. В общем, еду на дачу, звонят. Здравствуйте, не могли бы выступить там завтра? Я такой, ой, нет, извините, не могу я там. Некогда мне. Ну, как раз только на дачу ехал, хотел отдохнуть. Перезвонил. Это от администрации, там, президента или что-то такое. Я такой, да все понятно, знаю я вас, все, до свидания. Раз 10 позвонили, уже как бы, я думаю, ну, наверное, что-то серьезное. В общем, согласился. Приехала машина, сел в машину, еду по Новорижскому шоссе, по-моему. Смотрю, каждый там, не знаю, километр стоят гаишники. Ну, реально что-то серьезное. Какая-то ерунда. Приезжаю, вот, корпоративный университет Сбербанка, там, ФСО все обыскивают, просматривают. Захожу в гримерку, заходит женщина, говорит, так, Ярослав, там вот Герман Оскарич хотел бы с вами лично познакомиться. Не могли бы выйти? Я такой, Греф, да. Я такой, ничего себе. Выхожу. Там всякие выставки, Google, Яндекс, там, ну, какие-то суперкомпании. Идет Герман Оскарич, там, свита вся идет. Я такой стою в сторонке, он, о, Ярослав, привет, иди сюда. Ну, представляешь, человек, который вчера работал в ресторане, обычным кабакским певцом, сегодня у Герман Грефа говорит, эй, привет, иди сюда, давай вместе походим. Я хожу с ним как деловой. Он говорит, сегодня, в общем, приедет, там, Дмитрий Медведев, там, еще все министры, надо будет попеть для них. У меня вот так вот руки трясутся. Я думаю, серьезно? Да, 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 все, вот сейчас вот. И действительно, там, вертолет, Дмитрий Медведев, все, все министры абсолютно все приехали. И я для них тут стою, пою такую. Но потом много раз меня приглашали на их корпоративные встречи. То есть помогло это выступление какому-то продвижению? Ну, я думаю, что нет, особо не помогло, потому что у меня еще тогда не было концертов, только-только все начиналось. И какой-то один раз я отказал в выступлении, потому что у меня начались гастроли, и после этого больше он меня не приглашал никуда. Но я не знаю, может быть, с этим связано. Нельзя было тебе отказываться. Нельзя было отказывать, да. А знакомство с Газмановым? Что? Как это произошло, и во что это вылилось? И сейчас общаешься ли ты с Олегом Газманом? Он, кстати, тоже недавно был у меня в гостях. Ну, это вылилось в патриотический флешмоб, опять же, вот мы с ним исполнили песню воинской части его песни «Россия, Россия, в этом слове огонь и сила». Ну, как бы, ну да, я Олега Газманова с детства знаю под его песней, там, и танцевал, зажигал, подпевал, на кассетах слушал. Вот, в гостях был у него. Ну, не часто общаемся, но общаемся периодически, когда встречаемся на каких-то выступлениях, вот последний раз на Шинсоне года встречались. Ну, не так, чтобы дружим. Просто времени нет ни у меня, ни у него. Хотя приглашают в гости. Я вообще говорю про все это с мыслью, потому что я теперь все время сижу, думаю, что бы тебе такого сделать, если тогда было очень модно флешмобы и разные такие штуки, то сейчас самый хит – это фиты коллаборации с артистами, в которые ты вступаешь и постепенно раскручиваешь. С этого начали очень многие и стали даже популярнее тех, с кем они коллаборировали. Ну, я бы хотел. Я вообще начинал с того, что пел дуэтами. У меня был проект, называется «Народный махор», где я искал талантливых исполнителей в ресторанах. Почему в ресторанах? Потому что сам 10 лет там проработал, видел много талантливых ребят. И у меня дуэтов, наверное, миллион разных. Ну, дуэт с начинающим артистом и дуэт с какой-то звездой – это две разные вещи. А предлагал ли ты кому-то коллаборации? Вот с Пенкиным хочу спеть. Мы с ним дружим, кстати. Ну, чем тебе поможет коллаборация с Пенкиным? Подожди. Надо сейчас брать каких-то самых фрешменов. Мне просто это интересно. Ну, тут дело же не в этом, тут дело в песне. Если песня будет, конечно же, предложу и там, если согласиться, споем. Тут же не так просто. А, давай споем, давай. А что петь будем? Ну, я не знаю, что. Тут как-то должна родиться песня и подумать, о, было бы здорово ее спеть вот с этим человеком. У тебя была коллаборация, по-моему, с Катей Лель? Да. Почему именно Катя Лель? Почему Катя Лель? Сейчас подумаю. Сейчас вспомню, почему. Это до инопланетян было или после? Я даже не помню. Давай, до истории с инопланетянами или после? Мне кажется, что это было, наверное, во время истории с инопланетянами, но я тогда об этом не знал. Сам автор предложил. Но мне что-то не понравился наш дуэт, если честно. Песня так и не вышла. Мне кажется, тебе надо возобновить сотрудничество с Катей Лель, поскольку она на волне хайпа как раз. Да? И что-нибудь инопланетное вам такое замутит. Тем более, что у тебя и программа названа «Сумешествие», а Катя Лель очень сума... Сумешествие. Ей как раз это будет в точку. Ну, вполне возможно, да. Тут же, когда вот горит, ты думаешь, вот сейчас сделаю, сделаю, сделал. Послушал песню, такой, ну, что-то не нравится мне. Ну, и так она и не вышла. А у тебя есть продюсер? По идее, такие штуки певцу должен подсказывать кто-то, кто занимается его какими-то творческими направлениями. Ну, вообще начинал один, ну, с женой начинали все вместе делать. Как бы сам себе продюсер. Сейчас отвечает за мой продюсерский центр Александр Чабанов. Вот, он занимается... Ну, он как продюсер, как директор мой. Он очень всем занимается продвижением. Твой продюсерский центр? Да. То есть у тебя есть свой продюсерский центр? И кто там главная звезда? Ярослав Сумешевский. Ну, это лучший способ раскрутиться, организовать продюсерский центр и стать главной звездой этого продюсерского центра. Нет, ну, там есть Алексей Петрухин, самый первый. Почему вообще пришла идея сделать продюсерский центр? У меня во время пандемии, когда не было концертов, я придумал, ой, надо что-то сделать. Вот, сделал квартирник, онлайн назвал, где мы приглашали артистов в основном шансон. Пели с ними песни, они пели сольные. И однажды мне позвонили, по-моему, директор Игоря Суруханова, не помню, как зовут, сказал, вот есть такой прекрасный певец Алексей Петрухин, было бы здорово, если бы ты его взял к себе в квартирнике. Я, конечно, такой думаю, не хотелось бы совсем неизвестных брать, но послушал его песню, подумал, о, классно. И услышал у него песню «Пластиночка». Я говорю, давай мы ее с тобой дуэтом споем. Мы ее спели. Я посмотрел на реакцию зрителей, всем понравилось, потом сделали аранжировку, потом тут же забрали ее на радио, тут же получили премию в шансон году. Я говорю, было бы здорово, получается, что я как твой продюсер уже, наверное, было бы здорово сделать свой пародюсерский центр. Поэтому Леша у нас сейчас первый, потом у нас Артур Рудович, это тоже из шансона. Может быть, знаешь песню его, самая его известная? Забыть нельзя, вернуться невозможно. Надо мне послушать шансон уже. Сколько можно уже заниматься шоу-бизом и попсой? Надо углубиться. Может быть, я там найду себе каких-то новых героев. Посмотрите, какой замечательный ты вот ко мне пришел. Слава Благов у нас тоже. Он пишет для меня песни. Вот сейчас он вернулся с Украины, конечно, тяжело было его оттуда вызволить, но вот взял его тоже в свой пародюсерский центр. Вызволить? Ну да, нельзя же мужчинам выезжать оттуда. И что вы предприняли? Слава Богу, на Украине коррупция, поэтому все получилось. И он сейчас в твоем влаженском центре. Сейчас со мной. Наверняка к тебе сейчас повышенное женское внимание, потому что основная аудитория это женщины. Как с ним справляешься? Ведь наверняка уже толпы фанаток разъезжают по городам и за Ярославом Сумишевским. Разъезжают, да. Ну а как? Как справляюсь? Как они себя ведут? Хорошо ведут себя, потому что у меня взрослая публика. Не рвут ничего на мне. Приходят с цветами на концерт, общаются. А есть назойливые? Есть. Есть назойливые, но я стараюсь как бы не общаться с назойливыми. А как они вообще коммуницируют? Вот раньше те же самые 90-е нулевые это были толпы девчонок, которые разъезжали по концертам, преследовали, а сейчас это все наверняка уже куда-то мимикрировало в интернет, в директы. Как тебя достают, расскажи. Мне вообще очень сложно достать. Я очень такой добрый, добрый человек. Безотказный? Ну да, у меня для этого есть специальные люди, которые я как бы... Мы играем в доброго полицейского и злого полицейского. Я добрый полицейский, а мой гастрольный менеджер злой полицейский. Вот он всех отталкивает, а я говорю, ну что ты делаешь? Нельзя так. А есть шанс у кого-то из этих девушек, вот в этом шоу хотя бы скажем, может быть кто-то надеется на что-то? На что? Быть моей половинкой? Завести с тобой какие-то отношения? Ну шанс есть всегда, конечно. Ну я сейчас встречаюсь, кстати, с девушкой. Да. Так. Ну не скажу кто. Она не хочет. А можно я угадаю? Да. Я видела недавно дуэт с девушкой, с певицей, с Тамарой. Да. Не, она замужем. А, ну все. Что-то меня не подготовили. Послушайте, вы что-то не написали, что это Тамара замужем. Я вас, да, со Стасом Михайловым тоже спела. Так что все. Ну я имею в виду, что много дуэтов у нее с кем. Вот ты сказал, что у тебя сейчас есть отношения. И все помнят твою трагическую историю, когда ушла из жизни твоя жена. Да. Случилось это два года назад? 21 год, да. Можно сказать, что сейчас ты уже пришел в себя? Можно сказать, да, что я пришел. А что помогло справиться? Вот что помогло пережить? Ну, работа. Потом, не знаю, любовь к сыну. Потому что я понимаю, что если я буду постоянно думать об этом, корить там, не знаю, себя как-то, уходить в алкогольную зависимость, то ничего хорошего не будет. Надо растить сына. А были такие моменты, что ты выпивал? Ну, конечно, да. Потому что надо где-то энергию брать. Я, ну, через, наверное, месяц после трагедии сразу же поехал в тур большой. Надо же как-то выйти на сцену, как-то настроение людям дарить. Конечно, приходилось иногда, да, выпивать. Кроме алкоголя, что помогало? Кто-то ходит по психологам, кто-то проходит какие-то тренинги. Психологу ходил. Не долго, но ходил, да. Было время. Что это дало? Ну, разобраться в себе. Как бы вот... Я понял, что... Ну, с чем пришлось поработать? Какие там... С тем, чтобы не жалеть себя. Потому что чаще всего, когда ты плачешь, горюешь, жалеешь себя. Ну, в первую очередь. Потому что тебе само себя жалко. Ты такой, ой, как же я буду? Как же мне тяжело? А что себя жалеть? У тебя есть дети, жалея их, расти их. Детей же несколько. Ну, да. Твой ребенок от предыдущего брака и ваш общий, и еще, насколько я понимаю, девочка, которая... Падь-череца. Вот в своих соцсетях ты выкладываешь всех, кроме нее? Ну, она сейчас живет не со мной, она живет... Я живу в Подмосковье, она учится в школе в Москве, она живет с бабушкой там в Москве, поэтому мы так нечасто видимся. Ну, и старшая дочка тут, ну, моя, да, дочь, она тоже уже не со мной живет. Вот ты постоянно в разъездах. А дети часто видят папу? Как ты участвуешь в их воспитании? Очень редко. Вот последний раз я виделся со своей старшей дочкой на Сахалине, я говорю, ну, потому что она тоже любит Сахалин, она там родилась, два года прожила, ну, тем не менее, она там родственники приезжает. Она говорит, пап, давай хотя бы на Сахалине с тобой увидимся, а то я в Москве тебя не вижу. Я говорю, хорошо, приезжай на Сахалин. Вот там три дня или четыре мы провели вместе. Когда я уезжал, она плакала. Я говорю, ты что плачешь? Ну, мы же с тобой вообще не виделись в Москве. Когда еще увидимся, непонятно. Но нет какого-то страха, опасения, что ты упустишь что-то в их воспитании? Есть. Вот это, наверное, основной страх. Я постоянно об этом думаю, что вот сына... Если ты на гастролях, то кто с детьми? Сына практически не вижу. Ну, с сыном бабушка, теща бывшая. Вот с ним она сидит. Конечно, я переживаю. Это, наверное, самая сейчас моя главная такая переживательная штука. Это я постоянно думаю, потому что как же там сын без отца? Ну, если ты сказал, что уже с кем-то встречаешься, то наверняка есть шанс, что скоро образуется новая семья. Ты об этом думаешь? Ну, конечно, думаю, да. Я хочу еще. Хочу семью, хочу детей еще. Вот эти отношения, которые появились. Я поняла, что ты не хочешь говорить кто это, но просто хоть что-то надо дать какое-то понимание людям. Затравку, да. Как давно вы встретились? Ну, встретились давно, а встречаемся недавно, скажем так. То есть сейчас это конфетно-букет период. Поэтому ты не хочешь сглазить, никому не говоришь. Но этот человек, который рядом с тобой был, наверняка, потому что в твоем графике, не знаю, кого бы ты мог повстречать, просто человека, не относящегося к твоей работе. Ну да, на фестивале повстречались, она тоже музыкант. Но не публичный человек. Интересный очень факт о тебе и вообще твоих отношениях с женщинами, со своей первой женой ты расстался по СМС. Я на это обратила внимание. А вот как так получилось? Ну, как? Вообще, как бы она давно знала, что я встречаюсь уже с другой. Я периодически пытался уходить, как-то держал, не получалось. Я думаю, ну как же... То есть ты был между двух огней, по идее? Изменял? Нет. Нет, не то, что изменял. Нет. Ну как, нет. Конечно же, сначала изменял. Потом это... Как оно? Когда ты встречаешь другую женщину, получается, что ты изменяешь, раз ты еще не развелся. Вот. И я как бы, она все это узнала. Я говорю, все, я ухожу. Она вот что-то держала, как-то не хотела отпускать меня. Я думаю, ну и мне тяжело. Сердце разрывалось. Думаю, ну как вот ее взять, так вот бросить? Я не знаю. Ну короче, струсил, наверное, просто. Вот и все. И отправил на Сахалин, написал СМС, говорю, все, я ухожу, больше не вернусь. И какова была реакция? По-моему, ничего не ответил. Не помню, честно. Ну, я когда уходил, я понимал, что просто так не могу стоять. Я купил квартиру ему, потому что мы тогда снимали квартиру. Купил квартиру, сказал, купил квартиру, там все, я ухожу. Какие страхи в отношениях с женщинами вообще у тебя присутствуют? Страхи? Вот как ты сказал, я струсил, я не смог сказать в лицо, написал СМС-ку. Ну, так и есть, да, струсил. Страх, ну, наверное, что вот если повстречаю женщину, если хочешь, чтобы она меня любила, ну, как бы, любовь была взаимная, потому что чем становишься популярнее, тем женщины с тобой встречаются, наверное, не потому, что ты какой-то хороший мужчина или отец, он может быть в первую очередь обращает внимание там. Ну, вот самый главный страх популярных людей в отношениях, это когда ты не можешь понять, это любят тебя или певца Ярослава Сумишевского, с которой ей вот... Ну, вот, да, я про это и говорю, да. А как это понять? Вот какие-то у тебя есть... Пока не знаю, у меня же не было еще отношений, когда я стал популярным. Мы с моей женой вместе добились популярности. Вот. Мы познакомились, когда работал еще в ресторане, и вместе стали вот популярными. Сейчас, я не знаю, у меня нет такого опыта, сложно сказать. Вот сейчас только начинаю встречаться, там, как оно будет дальше, посмотрим. Ну, я тебе искренне желаю удачи. Спасибо. Чтобы у тебя все сложилось. Конечно, хочется еще что-то выпутать у Ярослава Сумишевского. Я ей так, наверное, много сказал. Про его женщину. Но когда вы наверняка там уже будете как-то что-то решить, наверняка ты ее представишь. Ты вообще открытый человек, рассказываешь о своей жизни? Конечно. Я сразу говорю, давай я тебе всем покажу. Она такая, нет, нет, я не хочу, нет. Я не публично, я не хочу все это, чтобы сейчас все будут там промывать кости. А самому не хочется скрывать вообще свою личную жизнь? Потому что иногда, когда ты показываешь все это на публику, и, как правило, потом, знаешь, многие с глаза боятся, многие... Нет, я в эту ерунду не верю. С глаз, не глаз, это все. Все не про меня. Есть вещи, которые ты все-таки никогда бы не показал людям на публику? Ну, наверное, есть. Что бы я ни показал? Себя обнаженным не показал бы. Почему? Ты хорошо выглядишь. Нет, голый торт покажу. Тем более, ты любишь разные флешмобы и вот эти вот все штуки. Мне кажется, что если бы ты разделся, что-то такое записал, то вот бы звездный час. Мои поклонники меня бы точно не поняли. То есть у твоих поклонниц есть определенные требования, которым ты соответствуешь? Не то, чтобы требования, а не просто так получилось, что у меня вот взрослые, серьезные люди, и женщины, и мужчины, но в основном женщины, конечно, которые на такую ерунду не поведутся. То есть к экспериментам ты не готов? К экспериментам готов, но не к таким, наверное. Что для тебя хайп? Мне кажется, что ты наоборот любишь все эти темы. Любишь как-то... Ну, хайп, конечно, люблю. Ну, если спеть песню где-то, я не знаю, выйти так же, как на Красную площадь или пойти вот в магазине, то, что я делал, пожалуйста, да, сделаю. В неожиданных местах где-то запеть, да. Я люблю это делать. Правда, давно не делал. Даже вот, не знаю, есть ролик в маршрутке, где я ехал, тоже хорошо разожжался в интернете. Сидел за рулем, пел песню, люди... Там были и подставные, и были и случайные. Подставные для того, чтобы меня поддерживали, а то мало ли какая реакция там. Были случайные. Тоже это был хайп в свое время. У тебя есть какая-то мечта как у артиста, вот что бы ты хотел, какого уровня популярности достичь или что бы хотел сделать? Не знаю, спеть в Кремле с кем-то дуэтом или что-то еще? Мечта? Ну, я бы, наверное, хотел, чтобы... В Кремле у меня уже был сольный концерт. В Крокусе... Ну, и хочу, наверное, чтобы мой концерт снял какой-нибудь из центральных каналов и показали в эфире. Наверное, так хотелось бы. Ты сейчас и сам в эфире одного из центральных каналов в жюри шоу «Страна талантов». Да. Вот когда ты там сидишь и приходят вот все эти замечательные люди, как ты к ним относишься? Не думаешь ли ты о том, как ты сам когда-то приходил и тебя офутболили? Ну, конечно. Я в первую очередь так и думал, как бы так ему сказать, чтобы не обидеть, потому что я-то помню, как это было, когда я приходил, все говорят, ну, хорошо, ну, вот в следующий раз или что-нибудь такое. Ну, конечно, это... С другой стороны, это мне дало такой, ну, скажем, пинок под зад. Чувак, давай, делай еще, продолжай. Ну, как мотивация какая-то, что ли, была у меня. Я такой, ну, слушайте, я добьюсь своего. Вот перед твоими глазами проходит же море вот этих людей, которые каждый мечтает чего-то там добиться. И ты смотришь, талантливый, неталантливый. Как считаешь вообще, чего не хватает нашему шоу-бизнесу и что хочется вот такое найти? Мне кажется, вот сейчас как раз-таки, наверное, всего хватает, потому что сейчас появилось, появился интернет, ну, уже давно, как бы сейчас многие, вообще все артисты практически выходят из интернета и после этого их уже берут на радио и телевидение. А раньше все было по-другому. Пока ты не попал на телек или на радио, ничего не получится. И всегда мелькали одни и те же лица, которые всем надоели. Кстати, вот, я, наверное, может быть, и на этом тоже хайпанул, потому что многие люди писали в комментариях и заметили, надоели одни и те же лица, вот, наконец-то появился. Так это мне пишут уже под каждым выпуском. Надоели, позовите кого-то нового. Алена, ты же нашла, шамана позвала, вот, найди еще кого-нибудь, вот, я вам нашла. Вот, поэтому, мне кажется, сейчас уже как раз все хватает. Сейчас спокойно люди выбирают, что слушать, выбирают, что смотреть, и звездами, известными людьми становятся те, кто вот действительно этого заслуживает. А еще сейчас очистилась поляна, как говорят, потому что очень много звезд уехали, покинули страну, критикуют оттуда, и места полно, делай, что хочешь. Ну, наверное, да. Это повлияло как-то? Вот стало легче звездам, которые раньше не могли пробиться, обивали пороги, там, не знаю, когда-то пытались прорваться. Вот что сейчас изменилось? Сейчас изменилось все. Просто у тебя, у каждого есть телефон, я всем говорю. Вот мне тоже спрашивают часто, что надо сделать? Я говорю, у тебя есть телефон с камерой? Есть. Поставь, спой песню, ну, научись, я не знаю, возьми какую-нибудь любую программу, скачай, запиши себя нормально. Запиши звук, выгружай в интернет. Рано или поздно, если вдруг это хороший материал, вот как шаман делал, то он по-любому выстрелит. Если это ерунда, то не выстрелит. Мы начали интервью с разговора о возрасте. И тебе будет в этом году 40 лет. Как ты будешь отмечать? Мужчины обычно не отмечают. Вот, кстати, да, говорят, что 40 лет не отмечают. Я думаю, почему? Стал копаться. Это вроде какая-то, опять же, примета, что там что-то связано с церковью, 40 дней, что-то такое, короче. В общем, я опять же скажу, что в эту ерунду не верю, поэтому отмечать буду. А еще у меня будет концерт в Крокусе 4 ноября. Поэтому я тебя тоже приглашаю туда. В первый ряд? В первый ряд. Я у всех спрашиваю. Да, в первый ряд. Я буду сидеть в первом ряду. В честь моего дня рождения. Но мне надо обязательно посмотреть своими глазами. Правда, единственное, меня смущает длительность. Трехчасовые у тебя концерты обычно. Ну, да. Почему именно столько? Потому что, наоборот, сейчас как-то стараются час 30, час 20, давайте так. Ну, два часа. Ну, нет. Трехчасовые концерты у меня большие. Это когда Крокус или Кремль, или БКЗ октябрьский в Санкт-Петербурге. Там, да, трехчасовые бывают и больше. А вообще у меня по два часа концерт. Чем будешь удивлять на этом концерте? Своим вокалом, своими песнями. Это мы уже поняли, что вокалом ты можешь удивить. А может быть, что-то еще такое приготовил для своих поклонниц? Мы сейчас как раз готовимся только. У меня была мечта еще одна, это сделать концерт с оркестром, но я думаю, что не в этот раз, и мы что-нибудь другое придумаем. Ну, будет интересно. Пока, пускай это будет тайна, пускай это будет сюрприз для всех. То есть фейерверков там в конце не будет каких-то? Почему? Может быть, и будет фейерверк, почему нет? Ну, а чем сейчас удивишь? Этими штуками всякими разными? Нет? Сейчас я... Я артист такой, где мне приходит послушать музыку. Послушать, как я пою и как ребята играют. У меня полностью живой состав. А ролики, которые ты постишь на своем YouTube-канале, караоке, по-моему, там раздел называется караоке. Кому пришла идея? Наверное, тебе самому, что я спрашиваю. Вот эту вот фотографию, когда идет текст песни, и там твое фото. Ну да, мне пришла идея. Я говорю, давайте сделаем, мы это выгрузим, потому что часто спрашивают у меня, а не могли бы прислать минусовку песни? Не могли бы? Я говорю, давайте выгрузим уже все это. Пускай люди, кому надо, сами скачивают, смотрят. Тебе не кажется, что это некая нотка и самолюбование? Потому что обычно это в караоке... Ты имеешь в виду, что там моя фотография? Да нет. Да это же не я сам делал. Я просто ребятам сказал, сделайте, пожалуйста. Вот они и сделают. Ну это же твой канал. Ты же посмотрел, что тебе... Ну это же для того, чтобы когда человек включает, понимает, а, это Ярослав Сумишевский и его песни. Это же понятно все. Раз уж мы заговорили о караоке, а у самого есть какая-то любимая песня в караоке? Да, песен-то много. Зависит от ситуации. Чаще хочется... Такой думаешь, так, все... Ну бывает такое, что приходишь в караоке, думаешь, все поют мимо ноты, все что-то такое думаешь. Так, ладно, сейчас пою, покажу. Что-нибудь посложнее надо. Сейчас как дать-дать. Чтобы все обалдели. Ну часто такое бывает. А так, ну, давай споем что-нибудь. Ну вот я и хотела узнать, какая любимая песня. А вдруг у нас совпадут? А нет, вот... Я и Стаса Михайлова иногда пою. Ну хорошо, давай. Такую. Сейчас просто все ржать будут. Я все время пою одну песню. Ты одна, мне нужна. Вот эту вот, знаешь? Нет. Ведь без тебя ветра и метель, Лучшая на свете жена, Мамочка моих детей... Ну не знаешь, Ну не слышал, но не знаю. Тогда давай, которая тебе нравится. У Стаса Михайлова? Или вообще? Ну или вообще. Давай русскую народу. Я вот на концертах пою ее, и все подпевают. С конем? Нет. Это не русская народная. Есть... Мне малым мало спалось. Ой, да во сне привиделось. Не тяну я твои милизмы. Мне надо с тобой в караоке сходить. Да. Сто баллов. А как вообще ты отдыхаешь? Вот от своей вот этой безумной жизни, ритма и гастролей? Ну, люблю рыбалку. Я уже на рыбалку. Вот сейчас планирую на Сахалин поехать опять. В прошлом году в Мурманск ездил на рыбалку. А вообще отдыхать, ну, чтобы прям отдыхать, это просто лечь дома в кровать, включить, там, не знаю, телек или интернет, и все, отдыхать. С сыном люблю проводить время. Сын тоже просит меня на рыбалку его сводить. Пообещал, но через средний день. Вот мало звезд шоу-бизнеса любят такие вещи, как рыбалка. Поэтому Ярослав Сумишевский, эксклюзивный артист, который любит обычные человеческие вещи. Рыбалку, кухню наверняка русскую. Да, люблю, конечно. Картошечку жареную с луком. Также люблю японскую кухню. Я же морепродукты с детства ем. А путешествовать? Я и так путешествую каждый день. Ну, это по России. А вообще по миру? Ну, просто отдыхать. Ну, не знаю, в Таиланд ездил зимой. Ну, это просто так, лежа, там, опять же, с ребенком, чтобы ему на солнышке побыть. А так некогда пока. Пандемия показала, что лучше работать, пока есть работа. Когда ее не было, было очень тяжело. Поэтому сейчас она пока есть, в смысле, она будет всегда. Я буду работать. А материальные блага? Вот что ты зарабатываешь? На что ты тратишь? Наверняка уже купил какой-нибудь дом в Подмосковье, несколько крутых тачек? Ну, почему не несколько? У меня одна машина. Зачем мне несколько? Я на ней и то не езжу ее. У меня дома не бывает. Как зачем? Каждая звезда имеет у себя практически целый автопарк, строит обязательно дом, обставляет его. Дом построил, машина есть. Что еще? Что еще надо? Что там? Что еще? Что они еще покупают? Еще одну машину? Шмотки. Шмотки. Вот я обратила внимание, что ты пришел ко мне, и я поразилась, что выглядишь достаточно просто. То есть нет никаких брендов, я не знаю, браслетов и прочего. А ты сам это... А, подожди, есть. Но это такие. Ну, обычные, да. Да. А ты сам не любишь роскошь? Или просто не стремишься? А я просто в этом не разбираюсь. Мне говорят, допустим, кроссовки там. Кстати, сегодня нормальные кроссовки надел, брендовые, специально для тебя. А у меня тоже неплохие. А обычно там 5-6 тысяч. Потому что я ничего не понимаю. Мне говорят, это тебе дорогие, надо их надеть. И ты такой, ну, ладно, хорошо. А так человек идет, я вообще не понимаю. Я не вижу смысла брать что-то там супердорогое. Зачем? То есть эти вещи тебя не интересуют? Бренды, роскошная жизнь. Удивительный человек, удивительный артист. Откладываешь на что-то деньги? Ну, что ты такое, планируешь себе, я не знаю, купить все-таки землю? Нет, сейчас откладываю. Хочу дом купить еще один. Потому что тот дом я хочу оставить детям. Поскольку сейчас бабушка сидит с моим ребенком в моем доме, и поскольку я хочу построить свою новую семью, я хочу уехать в другой дом и оставить этот дом, чтобы там жили. А ты планируешь оставаться в Москве? Или все-таки со временем переберешься туда, где ты родился? Я думаю, что нет, не переберусь. Я буду туда приезжать, мне нравится там, на моем острове, но жить я буду. На острове? Ну, остров Сахалин. А, на острове. Я думала, что там еще есть какой-то остров. Многие не знают, где это, да. Ну, ничего страшного. Я всегда говорю, тоже на концертах. Многие не знают, где это. Сахалин. Скучаешь по малой родине? Да, скучаю. А какие воспоминания приходят первым делом, когда вспоминаешь детство? Рыбалка. Там очень много рыбы. Просто вот я вот сейчас недавно там был, с гастролями, конечно же, и просто заехал в свой родной город, где я сделал концерт. Ну, он был, скажем так, нерентабельный, под ноль. Но я специально для земляков, потому что там маленький зал. И сходил на море, увидел кучу рыбы, просто вот так вот на берег выплескивалась. Лови, не хочу. Вот первое, что я помню. Рыбалка, грибы, ягоды. В твоем городе гордятся тем, что у них родился, вырос Ярослав Сумишевский? Как уже тебя встречают сейчас, когда туда? Ну, я надеюсь, сейчас встречают. Ну, если раньше я просто приезжал, когда было неизвестно, сейчас я приезжаю на Сахалин, обязательно встречаюсь с губернатором, потом еду в свой маленький городочек, где встречаюсь с мэром, спрашиваю у него уже, как деловой. А, ты уже встречаешься с мэром? Как деловой товарищ такой, так, что вы тут сделали? Ага, школу строите, да-да-да, молодцы, так, а ДК, где мой, снесли, да, вот новый строим. То есть ты участвуешь в жизни города? Ну, как участвуешь, просто приезжаю, да, там. А какими поступками гордишься? Что там удалось тебе? Или вот именно потому, что ты сказал, что там изменилось в лучшую сторону? Я пока, наверное, особо такого ничего не сделал. Может быть, просто то, что я туда приезжаю, это показываю там в новостях, я в своих соцсетях выгружаю, что вот приехал, вот посмотрел, мне все понравилось. Это, наверное, тоже как-то влияет на мэра там и губернатора наверняка. Я не знаю. Ну, город меняется. Если раньше я приезжал, он был как после бомбежки. Я из Шахтерска, город Шахтерска. Это как, я не знаю, как будто бы развальные одни. То есть сейчас там уже есть, что мне первое бросило в глаза, это цветные дома стали, их покрасили. Потом появились тротуары, бордюры. Я такой, о, ничего себе. Потому что когда я вез свою команду, говорю, ребята, вы не пугайтесь, но там будет страшно. А мы прилетели туда, говорят, да нет, тут все нормально, все хорошо, все красиво. Стало развиваться все. У меня еще такая просьба к тебе. Поскольку у тебя очень мало информации и очень мало всего, то, может быть, ты для своих поклонниц, которых у тебя просто море, я представляю, что начнется в комментариях, когда все увидят, что у меня в выпуске гость Ярослав Сумишевский. Напиши мне, господи, наконец-то ты позвала нормального человека, а не вот это вот все, что ты любишь, весь этот шоу-бизнес. Давай их порадуем. Наверняка у тебя есть какая-то песня, которую ты готовишься выпустить, но ты еще ее не светил. Может быть, ты здесь исполнишь кусочек? Есть песня, уже готовая. Планировал снять клип буквально. А вот сегодня как раз должен был снимать уже, а не получилось опять все гастроли, и вот к тебе пришел, отменился съемки. Поэтому, наверное... Ради меня. Ради тебя и вчерашнего корпоратива, ладно? Вот. Ну, пару фраз могу сейчас. Война не ждет, бессмысленные споры, ее не замечают, если ты не в ней. И тот, кто мимо нот, того поймут не скоро, но лучше петь по нотам совести своей. Это был куплет. Припев не буду петь пока. Это серьезная песня. Ну, да. Давай еще что-нибудь такое повеселее, чтобы мы тут... Повеселее, ладно, давай. Есть веселая песня, вот прям недавно вышла, наверное, еще не все ее слышали, спел ее дуэтом как раз из своего продюсерского центра с Алексеем Петрухиным. Называется «Хуторяночка». Есть «Хуторянка», есть «Хуторяночка». «Хуторяночка», да. Сейчас как там припев. А из соседнего села на-на-на, ко мне заехала она. Давай на баш, гармонь моя, и будут танцы до утра. Танцуют все! Та-та-та-ра-та-ра-та-тан. Та-та-та-та-ра-та-та-тан. Та-та-та-та-ра-та-тан. Вот это мне нравится. Вот это мне нравится. Под это я потанцую в первом ряду на концерте Ярослава Сумишевского, который пройдет в Крокусе. И вы все, надеюсь, тоже там будете вместе с нами. Обязательно. А тебе огромное спасибо, что был у меня. И вы наконец-то узнали, что у меня, кроме Филиппа Киркорова и всех моих друзей, есть еще вот такие замечательные гости, которые пока немножко держатся в сторонке от шоу-бизнеса. Но я верю, что скоро мы о тебе услышим. И тогда Стас Михайлов сам будет проситься тебе на коллаборацию. Хорошо. Спасибо. Друзья, смотрите мое интервью вместе с Аленой Блин. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал Алена Блин. И, конечно же, делайте репосты, чтобы это видео набрало как можно больше просмотров. Я хотел вначале подарить ой. Но скажи лучше потом. Это приятно познакомиться. А еще я смотрел интервью с Волочковой. Вы там пили вино, купил три бутылочки. Ты попробуешь? Ну, для Волочковой? Если что-то понравится, то в следующий раз пригласишь меня, мы вместе попьем и также замечательно побеседуем. Слушайте, какие гости ко мне приходят подготовленные. Ведь не каждый, не каждый додумается как раз и порадовать, и подарить то, что порадует попозже. Спасибо тебе большое. Настоящий мужчина. Спасибо. Все, чтобы с цветами ко мне ходили, сколько можно. Спасибо. Спасибо.